Коллеги, собственно, ну и как обещали, опять же, включение 7 дней после обработки фолиарной люмаксом прошло. То есть здесь он был внесен по всходам культуры и по всходам сырников 20 мая. Сейчас у нас 27 мая. Посередине вы видите контрольную полосу, оставленную. Это сырники, собственно, без обработки, которые за 7 дней хорошим ковром подросли. Справа вы видите почвенное применение люмакса. Опять же, как я уже говорил, есть сырники, трудно контролируемые почвенниками, в частности, многолетние сырники, которые, к сожалению, не контролируются люмаксом, да и, в принципе, любым почвенным гербицидом. И также под улицу подсолнушись, тоже есть нюансы при обработке. И, собственно, слева от контрольной линии вы видите участок поля, который был обработан люмаксом. Опять же, повторюсь, после обработки прошло 7 календарных дней. В принципе, по однолетним двудольным никаких проблем нету, все хорошо уже проконтролировалось. То, что сейчас продолжает происходить, если где-то люмакс попал, связался с почвенным раствором, мы видим, сейчас сырники всходящие, то есть, начинают погибать. Что касается контроля многолетних, уже популярно применять, как вы видите, там, где люмакс попал на осоты, уже идет, в обелении идет контроль. В течение трех недель от момента применения, как правило, проблема с осотом на поле снимается. Конечно, это нескоряющий контроль, нескоряющий, необходимо бороться вообще в целом в системе все в обороте. Люмакс чуть более крупно, 7 дней после обработки. Эффективность по сорнякам. В сравнении, сейчас мы подойдем к полосе, которая была необработана, контрольная полоса. И здесь вы видите ощутимую разницу. По многолетним корневотпускам, как уже говорил, есть определенный контроль именно при применении фолиарина. Также смета проблема с падальцем подсолнечка, которая попала под обработку. Падальцем подсолнечка Clearfield. Как вы видите, на данный момент идет, собственно, контроль и этой падальцем. Те растения подсолнечка, которые были в фазе семидолии, небольших сходов уже, можно сказать, проконтролированы полностью. Растения падальцем, которые в фазе первой пары, от начала второй пары листьев, на данный момент имеют достаточно сильные некрозы на тканях. И, собственно, со временем они тоже погибнут и проблем составлять не будут. И вы можете оценить, собственно, эффективность работы Люмакса, как ранее, после сходового гербицына. Проблем со злаковыми нету, то есть по злаковым фазам мы соблюли. Злаки, те, которые были в небольшой фазе, они проконтролированы. Вот, которые были в фазе третьего листа, они сейчас продолжают, так сказать, пока еще визуально кажется, что они живы, но уже точка роста злаков повреждена. То есть в злаке уже не жильцы.